Александр Георгиевич, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились с нами встретиться. Ну и хотелось бы сразу услышать, поделитесь впечатлениями, как вам возвращение в кресло руководителя ОКХ? Да, обычно, привычно. Настроение рабочее. Глава сделал предложение возглавить вновь этот коллектив. Я подумал, согласился, дал свое согласие. Долго думали? Два дня, будучи в отпуске. Коллектив встретил. Спокойно. А какие-то в коллективе изменения произошли? Я имею в виду сейчас состав. Да, несколько человек добавилось новых. В настоящее время, вчера, сегодня, ну и, наверное, предстоящую неделю я знакомлюсь с коллективом, провожу индивидуально. Беседы с тем, чтобы поскорее мне ознакомиться со всеми делами, которые происходят в настоящее время. И в коллективе с каждым по направлению. И в городе, в части муниципальных контрактов. Вот таким образом пока выстроена работа. Александр Георгиевич, а какие-то кадровые изменения думаете предпринять? Будет состав меняться? Может быть, кого-то хотите пригласить на работу? Давайте так. Мы начнем работать, приглядимся, потом будет ясно. В настоящее время пока никого не планируем. Не передвигать, не принимать, не увольнять. Но пока вот тот состав специалистов, который есть, вы считаете, он работоспособный? Да, считаю, да. Вот на ваш взгляд, какие контракты в Назарово, как обыватель, не как руководитель сейчас, понятно, что многие аспекты необходимо изучить, а вот как обыватель требует пристального внимания? Ну, всех, как обывателя, как жителя города, конечно, это контракт по парку Ладыниной. Тем более, что будет происходить фестиваль на этой площадке. Запланирован, по крайней мере. Вы там уже побывали? Да, я вчера там был, сегодня был, встретился с подрядчиком, с руководителем, побеседовали мы с ним, некоторые аспекты обговорили. Отставание от графика там есть, есть существенное, но много там нюансов и объективные, и субъективные причины. Работы много. Работу делать надо, работу делать будем. Иллюзий тут нет и быть не может. Скажите, а это никак не связано, на Ваш взгляд, с недостаточно, может быть, профессиональной работой Вашего предшественника? Я оценки предшественнику давать не буду. А все недочеты, которые вдруг окажутся, что они есть, Вы готовы взять ответственность на себя? За прошлое? Да. Интересный вопрос. Ну, ведь есть же по контрактам гарантийные обязательства, то есть людям не важно, кто сидит в кресле, попросят ответить. Вы готовы? Нет, но по гарантийным обязательствам подрядчики должны выполнять свои, те вещи, которые прописаны в контрактах. Если они не выполнены, есть гарантийные обязательства, они должны их выполнить. Если не выполнять даже по гарантийным обязательствам, тогда будут судебные иски, я так понимаю. А по незакрытым контрактам, те, которые пока еще не завершены и не сданы? По тем будем работать. Но Вы видите уже какие-то недочеты? Да, много недочетов. А с подрядчиками, вот, какими-то, ну, я помимо их сейчас имею в виду подрядчика по скверу Ладыниной, с кем-то еще встречались? Нет, пока нет, не встречался. В телефонном режиме мы уже переговорили, вот, скажем, с подрядчиком по улице Арбузова, который делает у нас асфальтирование и абордеривание пока улицы. Сегодня телефонная беседа была, вот, понимание у меня у них и есть, но я пока на слово верю. Вот, посмотрим, как она развернется, это на деле. Хорошо, тогда вот расскажите, на Ваш взгляд, вообще, вот, пока Вы работали в единой дежурно-диспетчерской службе, управление городским хозяйством выполняло свою работу, вот то, как изменился город, вот преобразования, которые были сделаны, большой был реализован проект на Мемориале Победы. Вам нравится, как развивалась ситуация, или Вы видите какие-то вот недочеты, которые необходимо учесть уже в своей работе? Смотрите, вот, идея по мемориалу, как Вы говорите, очень хорошая и правильная. Качество выполнения работы, конечно, желает лучше. И сегодня я походил по мемориалу, я посмотрел, как уложена плитка и прочие вещи. Но недочетов много, на это есть дорожная карта по устранению, подрядчик это должен устранить, выполнить все замечания. Причем завтра мы с ним встречаемся, будем беседовать и будем беседовать о сроках, вот. Окончательный срок у них 30 июля, посмотрим, как будут выполняться эти обещания. А на данный момент часть из них хоть выполнена? Не сказал бы, не сказал бы. Как вот я посмотрел в дорожной карте, походил, посмотрел, то же самое остается, что на бумаге, что на деле ничего не сделано. Александр Георгиевич, ну поделитесь, вот как Вам больше все-таки, интереснее может быть работа в ЕДДС, или вот уже здесь, на своем месте, где уже Вы знаете работу? Смотрите, эту работу я знаю, так. Работа в ЕДДС, это специфическая работа, да, это круглосуточное дежурство, вот. Там свои нюансы, здесь свои, ну здесь работа помасштабнее, хотя значимость работы, ну я не могу принизить там или превысить здесь. Здесь работа нужная. Здесь Вам интереснее? Здесь мне понятнее, здесь мне все знакомо. А коллектив здесь роднее. Ну Вас тянуло сюда, спрошу прямо, хотелось вернуться? Я ожидал согласия. Значит хотелось? Ну конечно. Александр Георгиевич, скажите, а вот Вам каким-то образом дела вообще передавали? Нет. Вы просто пришли и все начинаете, ну как бы с нуля, сами изучаете, да, сами смотрите? Ну конечно, с помощью сотрудников сейчас смотрю это все, сейчас я со всеми досконально проектами познакомлюсь. Вот, ну я думаю, что неделю мне хватит втянуться, вот, я думаю, недалеко я отстал за этот год с небольшим, что отсутствовал здесь. Вот, ничего практически не изменилось. Во сколько Вы приходите на работу, если не секрет? А какой секрет? В семь часов, что мне? А уходите? Ну, ухожу по-разному. Вот я сегодня еще два дня только отработал. Вот, вчера сегодня второй день. По-разному. Я говорю это, когда было раньше. Ну, в принципе, график работы у меня не изменится. Скажите, а вот на каких условиях Вам предложили работать? Я почему спрашиваю, потому что вот Николай Владимирович Матвеев, он был исполняющим обязанности. А Вы назначены руководителем без приставки? Без. А у Вас трудовой контракт как-то ограничен в сроках на год, на два, на три, на пять? Да, я не делаю из этого секрета на время полномочий главы. У меня с ним заключен трудовой договор. На Ваш взгляд, это такое доверие главы города? Ну, я за главу города не могу ответить. Ну, наверное, раз он пошел со мной на деловую сделку. Куда направите свое внимание, вот в первую очередь, все-таки? Ладынина. В первую очередь, Ладынина, Арбузова, по возможности дороги. Вы видите, они у нас в плачевном состоянии. Ну, и все остальные контракты, которые у нас есть. Это и дворы, это и комфортная среда, это и освещение. Ну, в целом, комплекс. Комплекс проблем, которые были, есть. Ну, надеюсь, чтобы они были поменьше. А можете, как хозяйственник, дать свою оценку по поводу двухлетнего контракта на содержание дорог? Вот, на ваш взгляд, эту процедуру надо сохранить или все-таки каждый год заключать контракт? Да, сама по себе идея двухгодичная, она, но неплоха, на мой взгляд. Просто здесь нужно уточнить некоторые нюансы и развести объемы и виды работ по разным контрактам. Вот это будет, наверное, справедливое. Вычленить оттуда некоторые вещи, которые специфичны только, вот скажем, для профессиональных дорожников. Такие, как ямочный ремонт. Такие, как ямочный ремонт. Ну, как ямочный ремонт разных видов. Он сплошным бывает, не сплошным, там, с разделкой и так далее. Вот это можно отвести в сторону и провести отдельным контрактом. Все остальное, я думаю, можно оставить и в содержании. Вот вы задали вопрос, достаточно или нет финансирования на ямочный ремонт и вообще ремонт дорог. Я скажу однозначно, что нет. Пусть это будет годичный, двухгодичный, хоть какой годичный контракт. Но если на субсидирование на километр дорог в совпоставимости с федеральными привезти нашу дорожную сеть уличную, ну, это в разы отличается. Поэтому я бы вот, ну, не лукавля, сказал бы следующее, что раза в два, в три, а то и в три, если не больше, надо увеличить объемы финансирования по местным дорогам. И то, наверное, этого будет недостаточно. Я имею в виду весь комплекс. Это и не только вот про асфальт, это и остальное, это и грядирование, это и уборка снега, это и полив, это и пылеудаление, ну, и так далее. Это и выкос по газонам, по обочинам. Весь комплекс работает. Он затратный, но тех средств, которые заложены сейчас, их просто недостаточно. Ну, сами посудите, на укос, на покос травы, ну, два раза. Ну, а как в этом году трава растет? Ну, второй раз покосим, и проблематично будет потом в августе, скажем, посмотреть, что будет. Начнем работать, будет видно. Будут появляться трудности, будем с ними справляться.